Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш гость Наталья Викторовна Цуканова, писатель, редактор, издатель, директор издательства «Алдор». Наталья Цуканова, биограф Ивана Умова, симбирянина, поэта, дипломата и руководитель проекта Иван Умов «Возвращение». Добрый день, Наталья Викторовна! Здравствуйте, Елена Викторовна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Очень рада сегодня побывать вас в гостях в литературной гостиной. Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, чем знаменит Иван Умов и как вы стали биографом, поэта и дипломата, как Иван Умов связан с нашим краем? Ну, почти мистическая история и так много случайностей и совпадений в этой истории, что я каждый раз говорю. Ну, с Божьей помощью, наверное, все это пришло именно в это время, не в 50-е, как хотел поэт, и не в 90-е, как хотели его родственники, в 20-е, когда его голос звучит особенно актуально. Иван Умов, Иван Павлович Умов, уроженец села Русский Урткульст Романьского района, поэт, дипломат, переводчик, музыкант и в том числе и педагог, долгое время был неизвестен здесь на родине. И лишь такие редкие публикации, литература ведов, как Петра Романовича Заборова, сотрудника Пушкинского дома, и Геннадия Васильевича Горячкина, автора книги «О судьбах русской эмиграции», рассказывали об Ивану Павловиче, но очень много было неизвестно. И как произошла моя встреча с ним, встреча, которая определила, наверное, и судьбу его литературного наследия, но и мою жизнь в ближайшие последние 10 лет. В 2012 году я, как режиссер фильма, была на съемках в Александрии, в Египте. И автор книги «Русская Александрия» Геннадий Васильевич Горячкин, после того, как мы долго снимали на кладбище Эль-Шадби, там, где похоронены русские эмигранты, сказал, как вот сейчас помню фразу, а сейчас, Наталья Викторовна, я покажу вам могилу человека, дом которого был культурным центром Александрии. Вот для того, чтобы понять масштаб личности, надо понимать масштаб вообще этого города. Как говорил английский писатель Лоренс Даррелл, если бы существовала азиатская столица, Александрия бы стала ее центром. Город, который вобрал в себя самых богатейших людей Европы, торговцев хлопком, в том числе и культурных деятелей, колониальный Египет. И вот в этом городе наш Иван Павлович играл очень большую культурную роль. Потому что он не только собирал в своем доме творческую интеллигенцию Египта, и национальную, и русскую, он еще и давал концерты. И даже после его смерти на долгие годы, современники и уже потом их дети, дети русских эмигрантов, сохранили память об Иван Павловиче, и благодаря этому вот эта память сохранилась. Так вот он подвел меня к этой могиле. И что меня тогда удивило? Что там было написано «Место рождения Казани». Вот тогда я подумала, ничего себе, почти наш, в далекой Африке, Казань – это родной город, можно сказать. И как-то не отпускала вообще эта тема. Я стала больше искать этой информации. И нашла информацию о том, что он был кадетом Симбирского кадетского корпуса. И вот тогда задалась вопросом. Уроженец Казани. Почему Симбирский кадетский корпус? Ну и тогда, в 2012, в конце 2012 года и уже в 2013 году, начала рыть эти генеалогические сайты, чтобы понять, почему Казань и вдруг хочется в Симбирском кадетском корпусе. И я очень хорошо, Елена Викторовна, помню этот день, когда я увидела уроженец села Русский Ордколь, Строманьского района, Ульяновской области. И вот тогда вот эта захлестнула радость, что наш земляк, этот человек – наш земляк. И вот тогда пошли первые публикации в Мономахе, в Симбирском курьере. И тогда же буквально, на следующий день, как прошла публикация в Симбирском курьере, позвонил Сергей Борисович Петров, просил встречи, мы с ним встретились. Он был невероятно рад, предлагал свою помощь в поиске каких-то других концов. Ну и, можно сказать, вот с этого началось возвращение Ивана Павловича у него на родину. Но, к сожалению, практически ничего не было известно. В книге «Русская Александрия» Геннадия Васильевича было несколько фотографий. Его фотографии, фотографии книги и несколько фотографий его дочери Кати. Чуть попозже я расскажу о ней, потому что эта трагическая история практически обсуждалась Александрия. И ничего. Вот понемножку, понемножку я, можно сказать, тыкалась во все двери. Ну, во-первых, съездила в Москву, потому что мне сказали, что у музея Цветаевой есть единственный экземпляр книги, его книги стихов «Незримый гость», которая была выпущена в США в 1949 году. Я перефотографировала эту книгу, сложила так все, свой компьютер, и думаю, когда-нибудь это время, когда мы эту книгу опубликуем здесь в Ульяновске, она настанет. Ну, хотелось собрать что-то о его семье, фотографию его жены, почему он стал владельцем роскошного дома, и в отличие от многих эмигрантов, был богатым человеком благодаря, как было сказано, от эмигрантов «женитьбы». Ну, кто эта женщина? Фотографии ее? Как они познакомились? Ну, вот, в общем, вопросов было множество, ответов практически никаких. И тогда Сергей Борисович предложил написать Швейцарию в журнал, в русский журнал, который там существует. Вот. Мы написали это письмо, мы его послали, но ничего о потомках Умова известно не было. А почему Швейцария? Потому что была информация о том, что его дети уехали в Швейцарию. И ничего, и опять тишина. И вот уже 2019 год. Я буквально просматриваю соцсети и вижу пост нашего староманского краеведа Николая Александровича Захарчева о том, что, да, вот был такой выдающийся деятель русской культуры в Египте Иван Павлович Умов. К сожалению, книги его «Стихов России» нет. И вот тогда меня торкнуло. Говорю, ну как же книги-то нет? Когда вы видели? Я ее видела. Она у меня практически в компьютере, все эти перефотографированные листы. Ну и буквально на следующий день мы с Сергеем Борисовичем Петровым собрались и пошли навстречу с Сергеем Николаевичем Рябухиным. Каждый раз, не устаю его благодарить за ту помощь, которую он каждый раз оказывает в связи с нашими проектами по книгам. И буквально вот несколько слов сказала, дала ему письмо про рассказывающие о Иване Павловиче Умове. И он говорит, это обязательно нужно напечатать. И вот тогда, в конце 2019 года созрело решение, что у нас будет книга. Но вот этот незакрытый гештальт о том, что очень мало известно из его биографии. Ну буквально какие-то кусочки, которые мы почерпнули из книги «Русская Александрия» Генназия Васильевича Горячкина. И предисловие к этой книге «Незримый гость» Георгия Гремещикова. И все. Но вот как только было принято решение, что книга будет, и вдруг начали открываться те двери, которые мы даже не знали, в какую сторону идти. Неожиданно раздается звонок. И Наталья Валерьевна Гафурова, директор школы «Селорусский Юрткуль», которая тоже, они к этому времени тоже что-то слышали об Иване Умове, даже какой-то небольшой уголок создали в своей школе, но ничего почти не было известно. Дает мне номер телефона в Петербурге, говорит, видимо, эта женщина должна что-то знать о российской ветве Умовых. Умола даже. Да, и я набираю этот номер, да, она мне дает этот телефон, Умова есть, к сожалению, Наталья Федоровна, которая занималась биографией Ивана Павловича Умова, умерла вот буквально вот-вот, да. Я, конечно, расстроилась дома, опять нитки порваны. Но осталась ее сестра Татьяна Федоровна Шпагина, внучатая племянница Ивана Павловича, внучка его сестры Веры Павловны. Может быть, что-то у них есть. Я набираю тоже этот номер, заветный номер, с которого все и началось. И такой, знаете, немножко осторожный голос, да. Я говорю, а вы имеете отношение к Умовым? Да, я внучка Веры Павловны Умовой, в девичестве Умовой. Я рассказываю о себе. Это было в четверг. В субботу я же была в Петербурге, у Шпагинах. И передо мной на столе раскладывают письма, фотографии, воспоминания Ивана Павловича Умова. Я помню свое состояние человека, который столько лет буквально бился в какие-то закрытые двери и вытаскивали по одной маленькой информации. И вдруг на меня вот этот вал информации о том, что судьбой Ивана Павловича определил Лев Толстой, когда он с ним встречался. О том, что он встречался и с Анной Павловой, и с Ольгой Лепешинской. И переписывался с Буниным, потому что переводил его стихи, с Билибином. Дружил с великим князем Константином Константиновичем Романовым, который, в общем-то, был его... Оказал ему протекцию, когда Иван Умов учился в Петербурге. И знаете, такой очень забавный случай, когда я все это перефотографировала. Часть материалов они отдали мне с собой в папочку. И я, когда села в поезд, вот это, знаете, обняла эту папку в каком-то... Не могу даже описать это состояние, обняла эту папку, и напротив меня сидел молодой человек. Вы наследство получили? Я говорю, да, наследие. Вот это наследие, конечно, было. И вот благодаря этой информации появилась биография и воспоминания, потому что они дали очень много информации об Иване Павловиче. И в апреле 2020 года выходит вот эта книга. Да, Иван Умов «Все тот же сон. Стихи, биография, воспоминания». «Все тот же сон» — это строчка его стихов? «Все тот же сон» — это строчка его стихов. И если говорить, вот немножко отойти в стороны, поговорить о поэтическом даре, поэтическом наследии, то практически, несмотря на то, что он жил в Египте, он был востоковедом, все стихи о Родине, все стихи о Родине. И если лейтмотив творчества — это сон, сон о Родине, это желание стать птицей, это желание стать облаком для того, чтобы улететь на Родину. И мир — это тюрьма. Может быть, прочтете? Конечно, вот это первое стихотворение. Да, несколько стихотворений, а потом продолжим. Стихи, конечно, если вчитываться, то стихи, конечно, настолько глубокие, и все о таком глубинном восприятии жизни, о том, что жизнь трагична, о том, но мы встретимся в другом времени. Мы встретимся в другом времени, в другом измерении, где жизнь прекрасна. О, если б знали вы, как больно сердце бьется под шум дождей ночных, под шепот вечных дум, что мать, твой лучший друг, назовь не отзовется, что сердцем ты, старик, ненужен и угрюм, ой, если б знали вы, что русский на чужбине, не понят, одинок, всегда живет в мечтах о липах, о дубах, о вьюге на равнине, о белых лебедях на заливных лугах. И еще стихотворение, конечно, прочту одно из его любимых и моих тоже стихотворение, называется оно «Две арфы». Он о нем часто в переписке с сестрой упоминал и даже присылал свое рукописное стихотворение. Вот оно у нас приведено в книге. Послушайте его. И будет понятно, почему называется «Две арфы». Посмотри, зацвели джакаранды, и жасмина ползучий побег, Бугенвиле лиловых гирлянды покрывает, как девственный снег. Но за Волгой в России далеко, в разоренном старинном гнезде Скромный ландыш цветет одиноко и зовет к позабытой звезде. Посмотри, в сонной глади канала отразился немой кипарис. У мечети за насыпью вала шелестит возле хлопка маис. Но все снятся родимые нивы, где шуршат возле гречи овсы, Где в прудах опрокинули сивы и белеют луга от росы. Посмотри, многолюдный Египет в бликах солнца, висеть и дорог. Кубок счастья не здесь ли был выпит, Здесь твой мир и семья, и порог. Но над Нилом я думаю долго О родных разоренных местах, Где так царственно стелится Волга, Где соловка ракочет в кустах. И стремится душа к бездорожью И к безлюдью за волжских полей, Где под тучей склоняется рожью Полоса у заросших колей. В Африке писал о родной Волге. Да, родной за волжье, за волжские степи, Это бесконечно у него в стихах. Стихотворение «Май», где он вспоминает свою кадетскую юность. Что касается Казани и Симбирска. Да, важно. Некая драматургия и загадка в этом есть. Когда родственники передали мне его воспоминания, Воспоминания были написаны в последние годы жизни, Уже после смерти дочери. И написаны были на французском языке, Потом переведены на русский в 90-е годы. Он так и пишет. Он начинает, что родился я в Симбирске. Родине Владимира Ильича Ленина. Ленина, родине Гончарова, Аполлона Каринского. И делает такое важное для нас замечание. Я всегда считал Симбирск, а не Казань своим родным городом. Потому что здесь родились моя бабушка и мать. И я провел лучшие пять лет своей ранней юности. Хотя, почему Казань на могильном постаменте? Потому что, видимо, родственники увидели, Что Спасский район, Казанская губерния. По документам, конечно. Да. Сейчас это, конечно, окраина Ульяновской области. Но тогда это была Казанская губерния. Хотя в воспоминаниях Иван Павлович детализирует, Что некогда эта земля принадлежала Симбирску И была передана под управление Казани. То есть он всегда считал себя Симбирянином. И для нас это важно. Это очень важно. Хотя в Казани жили все Умова. Может быть, поэтому об Умова так немного известно. Потому что и дома его деда, тоже Иван Павлович Умова, Находился в Казани. И его тетушки казанские, о которых он пишет, Вспоминаниях. Все казанские тетушки жили у него в Казани. Здесь, в Ульяновске, жил только Николай Алексеевич. Родился Николай Алексеевич Умов. Это двоюродный брат его отца. Это тот человек, который, в общем-то, И в какой-то степени вместе с Сальвом Толстым Определил его судьбу. Сейчас вот по порядку расскажу. Итак, Иван Павлович Умов родился в 1883 году В семье, ну, небогатой семье дворян Умовых В селе Русский Уртколь. Получил домашнее образование, А потом стал кадетом Симбирского кадетского корпуса. И вот осенью 1900 года, Когда сюда приезжает великий князь Константин Константинович Романов С инспекцией, он читает свой поэм о Волге. И великий князь очень проникся творчеством юного кадета И пообещал, видимо, А уже выпускной класс, видимо, ему поддержку. После Симбирского кадетского корпуса Иван Умов поступает в Николаевское военно-инженерное училище. И уже там честно общается с великим князем. И как он пишет, что он был честным гостем В мраморном дворце у князя. Он ругал за какие-то ошибки в стихах, Но он же помогал ему печататься в журналах России. Это журнал «Перезвоны», «Родник». Вот Петр Романович Заборов, пушкинист тоже, Он насчитал около 30 публикаций стихов Ивана Павловича в России. Ну, в том числе и, по-моему, даже в 1928 году. Ну, великий князь – это же знаменитый Каэр. Да, поэт Каэр. То есть он сам поэт. И поэтому еще мог оценить и творчество, и дарование молодого Ивана Умова. Но он учится на военного инженера. Хотя, видимо, это не его, потому что он где-то в своих воспоминаниях говорит, что преподаватели его ругали за расчеты к мостам. И вот это курсант Умов – ваши мосты скоро обвалятся. И в 1903 году вместе с своим дядей, профессором Московского университета, Николаем Алексеевичем Умовым, тоже невероятно интересный человек, заслуживающий большого внимания, едет в Ясную Поляну к Льву Толстому. Лев Толстой, пообщавшись с Иваном Павловичем, говорит ему, бросай это преступное дело военное, и идею учись на дипломата. И так, он еще несколько лет прослужил в саперном батальоне в Киеве и в Крыму. Вот как раз этому периоду и посвящены его воспоминания. И поступает в Лазаревский институт восточных языков. Козница дипломатов Ближнего Востока, дипломатов-востоковедов. И в конце 1912 года он уезжает из России в Египет. И не просто из России. В декабре, еще 12 декабря, он был в Росском Меркуле. У него даже есть стихотворение, посвященное. Потом мне родственники дали, как в блокнотике записаны. И там уже есть вот это пророческое ощущение расставания, разлуки на всю жизнь. Но тем не менее, думаю, может быть, это какие-то поэтические его формы. В конце 1912 года он прибывает в Александрию по назначению на службу вице-консулом в императорском генеральном консульстве Александрии. И вот такой удивительный момент, что он приезжает в Александрию в конце 1912 года. Ровно через 100 лет, в конце 2012 года, мы снимаем наш фильм «Русская Александрия» и находим могилу Ивана Павла Чумова. Это удивительно, правда? Удивительно. И с 1 января 1913 года он приступает к своей службе. Снимает в Александрии двухкомнатную квартиру, половину которой занимает рояль. Они страстные музыканты вместе с мамой были. Варвара Александровна Умова и свою дочь Веру. И Ивана приучила к музыке. Она заразила музыкой. Он снимает эту квартиру, берет уроки музыки у своей преподавательницы по музыке где-то в Александрии, потому что очень много европейцев жило тогда. Третья, больше, чем третья часть Александрии, это были европейцы. Европейцы образованные. И на этих уроках музыки знакомится со своей будущей женой. Она тоже музыкант. Мария Александра Хорихаддат. Православная сирийка. Но, видимо, сыграл еще тот факт, что Иван Павлович – востоковед. Он знает 10 языков, 5 европейских, 5 арабских. Уже в 30 лет. Полиглот. Полиглот, да. Хотя вот добавлю, что его учитель, Федор Колин, известный востоковец, знал 40 языков. Знаете, какие талантливые люди. Он знакомится со своей женой. И в 1915 году у них свадьба. В 1914 году, за год до этого, у него были родители. Видимо, он очарованный всем этим Египтом, вызывает их к себе. Сохранилась фотография, где они на пирамидах. Но познакомились ли они с его будущей женой, неизвестно. Судя по всему, нет. Потому что остались маленькие записи по датам, где он свою жизнь как-то по датам хронологию записал. Потом у него рождается сын Павел, потом сын Иосиф. В 1923 году дочка Екатерина, в 1927 году сын Александр. И вроде бы, казалось бы, более счастливые судьбы трудно представить. Любимая жена. Общее дело. Свой бизнес. Свой большой дом. Потрясающие талантливые дети. Все восхищались не просто Иван Павловичем, его женой, но еще и их талантливыми детьми. Но назвать счастливым человеком вам Павловича нельзя. Потому что он отрезан от Родины. Он отрезан от Родины. И в письмах, которые... Единственное, что их связывает с Россией, это письма к матери и к сестре. Мать в это время из разоренного имения в русских юрткулях убегает в Казань. Дочь тоже своего разоренного имения. И блестящий род Умовых, представители блестящего рода Умовых, живут в подвале. 40 лет будут жить в подвале в Казани. Хотя у сестры шестеро детей. Это же судьба. Там очень трагическая судьба, учитывая, что у сестры Веры в 1937 году в течение двух дней будут расстреляны трое сыновей. 9 ноября один, 11 ноября еще. Два сына по ложному доносу в Казани и в Петербурге. Но она узнает об этом только после смерти Сталина. Ей выплатят по 100 рублей в качестве возмещения материального морального ущерба. Представляете, какая судьба? И она же дожила до 93 лет. И сейчас вот Татьяна Федоровна Шпагина вспоминает. Бабушка была... Чем старше становилась, тем красивее. Умерла в 93 года. И многие останавливали ее в Казани. Они говорят, вы, наверное, из бывших. Хотя всю свою жизнь, после того, когда рухнула царская Россия, она занималась тем, что она пекла и продавала пирожки вместе с детьми для того, чтобы прокормить свою семью. Он знает обо всем этом. Но тем не менее, все его мысли, Иван Павлович, о возвращении домой. Музыка моя, стихи, отражение моего стремления на Родину. Пишет он матери. Или как, как я по тебе соскучился. Кажется, не проходит и дня, чтобы я о тебе не думал. Благодаря этим письмам они, конечно, не все сохранились, но достаточно для того, чтобы понять, как жил этот человек, что он чувствовал, о чем он мечтал. Летит, звенит, как отзвук дальний, напев знакомый с детских лет. Не ты ли с ласкою прощальной душе посмертной шлешь привет? Теперь, простясь родной землею, прозрев и сбросив сон могил, ты знаешь правду, как с тоскою я звал тебя, как я любил забытой песни, что когда-то так оживляла старый дом. Вновь обновишь, что чтил так свято я в сердце вечно молодом. Семью и дом, и песнь, и знанье, и сельский храм, и лес родной, и путь Руси, и ее призванье заблудшим в край обетования быть путеводной звездой. Спасибо. Он умер 7 марта 1961 года. И что удивительно, в последней строке, в последнее письмо сестре Вере звучало так. Твои письма вращают мою душу, подавленную неизбывным горем нашим. Мне все не здоровится, я часто плачу, скрывая слезы от дорогой моей Александры. Ну, до свидания, дорогая, до свидания. Где? Ну, что ж, твой брат и друг Иван. И что удивительно, она тоже умерла 7 марта, как и он, через 14 лет, похоронена в Нарском кладбище в Казани. Вот такая удивительная судьба и его, и его сестры, и его матери, и его детей. Сейчас дети и внуки живут у него во Франции, и в Англии, в Америке. Это та ветвь, которая нам неизвестна. Еще один очень трогательный момент произошел в 2020 году, когда вышла книга, я публиковала еще тогда в Фейсбуке информацию, и на меня вышла Юлия Пляукшта, она возглавляет фонд русской наследия в Соединенном Королевстве из Англии. Она говорит, у меня моя близкая знакомая Умова Наталья Юрьевна, наверное, она из этой ветки. И она приглашает меня на конференцию, в которой включен рассказ об Ивану Павловичу. И я рассказываю в Zoom это все было, рассказы об Ивана Павловиче, показываю фильм, там плачут все, какая трогательная история, какая удивительная история. И вдруг Наталья Юрьевна Умова говорит, это мой там дядя, двоюродный брат ее дедушки, получается, встречается она и встречается Алекс Умов. То есть вот эта история соединила еще две ветки Умовых. Замечательно. И это была такая история, когда, говорю, плакали, прямо вот эти схлепы не слышались в этом эфире. И сейчас мы с Натальей Юрьевной очень дружим, как и с Татьяной Федоровной. Я постоянно к ним езжу в гости. И они безмерно благодарны за то, что возвращается память об их семье. Я думаю, что если кто-то найдется у нас в городе, краевед, который бы вообще посвятил свою историю Умовым, потому что это тоже невероятно интересная история. Это пример людей высокой культуры. Хочется поблагодарить вас за вашу миссию, за ваше сердце, за эту встречу, за интересный рассказ. И, дорогие друзья, в апрельском номере журнала «Симбирск» читайте публикацию Натальи Цукановой об Иване Умове. Я хочу добавить, что у нас скоро на YouTube-канале мы выложим наш фильм «Иван Умов. Возвращение». Фильм будет показан на «Оллправде». Это наши информационные партнеры, партнеры и телеканале «Репортер». И очень надеюсь на эмоциональный, душевный отклик от земляков Ивана Павловича Умова, потому что самым главным желанием его жизни было вернуться домой. Если мы будем о нем помнить, значит, мы его вернули. Он дома. Благодарим нашего гостя Наталью Цуканову за эту интересную встречу. И вам, дорогие друзья, желаем всего самого доброго и светлого. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова